Я Валентин Томашевский, приветствую вас у себя на канале. Ну как у вас идет зима? Есть снежок? Катаетесь на лыжах. Хочу сегодня поговорить про Рею. Вот про такую красавицу. Графику на максимум, компьютер на взлет. Очень красивый образ у нее. Ну, идея, конечно, не нова. Кто играл Lion Age 2, должен знать Алькадию. И давайте почитаем лор. Я его перевел, наконец. Среди провидцев, шаманов и астрологов всех мастей, дар истинного предвидения редкий и драгоценный навык. Многие следуют этим тайным знаниям. Но чаще всего этот путь может привести только к мимолетной вспышке, озарению. Потому что будущее всегда в движении. Его форма неопределенная и переменчива. И ни один смертный глаз не должен быть свидетелем этого. Те же, кому удается мельком увидеть картины будущего, часто оставляют больше вопросов и смутных интерпретаций, чем ответов. Правда проста и сбивает с толку. Предвидение. Это не то, чему можно научиться за годы обучения. Это дар, данный самой Лумайей. Ну, или приз, который не выиграть без страшных жертв. Для чародейки темных эльфов Реи, наследницы древней и благородной родословной, эта жертва была одновременно и духовной, и физической. Она пожертвовала глазом, чтобы обрести невиданную мощь. Теперь она может смотреть далеко за занавесом на реальность. Это внутреннее зрение становится яснее, когда дни становятся короче, а зимнее солнцестояние подкрадывается все ближе. И теперь, в переломную ночь, Рея рассказала о новом видении, захлестнувшем ее сознание. Она говорит о заснеженных пустошах зимних земель, о тундре, простирающейся на юг к горам отчаяния, таинственных воинах, которые маршируют сквозь замораживающие все живое метели. Они несут с собой давно забытое знание и умение невидимости. Кем бы ни были эти незнакомцы, было бы разумно заручиться их верностью или, если это не удастся, приготовиться вместе со своими героями к сражению с этими неизвестными противниками. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. И самое интересное, то есть мы видим, что у нее на ошейнике циферка 1.13. Также привязка к дате есть. Оу, у нас кто-то подписался. Андрейс Мискинс. Да, приветствую. Ошейники цифра 1.13. Это понятно, что обновление. И ссылка на дату у нас есть. Тоже довольно интересная. Это зимнее солнцестояние. 21 декабря. Или 22. 21. Или оно ночью. Короче, погуглим потом. Так что очень может быть, что ребятушки опаздывают. Через 15 минут заканчивается событие по Лилиту. Где там время? UTC 8.45 сейчас. А заканчивается оно в 9. Я смотрел на награды. И вот думал, открыть мне третий осколок. Не открыть. Где этот массовый призыв? Бустер опыта X3. Очень бы неплохо получить. И вот я весь в сомнении. Тут мне очень понравилась энергия. Как не крутить? 475 энергии. На дороге не валяются. Вот считай еще рубины. Поэтому я вчера открыл два осколочка сакральных. Давайте еще один откроем. Все-таки заберу я этот бустер. Ну, Лилиту мне вряд ли выпадет. Вот мне эта курица крашеная выпала. Ну, это в принципе ожидаемо. Но зато у нас теперь будет свитокопыта. Я не буду забирать эти бустера. Точнее, один бустер. Пусть он, когда закончатся события, через 3 дня свалится мне во входящее. Либо, может, надо будет зачем-то его активировать. Тогда я активирую, собственно. Также у нас стартанул новый турнир. Он очень длинный. И в нем гораздо больше участников. Если обычно у нас там по 50 лиц, скажем так, то сейчас 250. Вот, добрался я до самого последнего. У меня тоже есть 5 очков. Я не сдаюсь. Я еще надеюсь на победу. Однако у топа уже 5000. И в награде турнир Александра. Ни много, ни мало. Ну, такой турнир. Как это сказать? Китобоев, чтобы очень давно не было слияния. Люди накопили корма. Ну, вот, чтобы немножко ее потратили. Запустили такой турнир. А что будем тратить? И также была вчера довольно интересная новость. В конце дня Цирилла написала все же, что мы, когда обсуждали прошлую новость про то, что конец анкил пачка. Основное возмущение среди игроков было не только на моем канале, я так понимаю, во всем мире. То, что анкил-то закончили, а все равно как прыгали, так и будут прыгать дальше между кланами. И вот они решают эту проблему. То есть, в следующем обновлении будет то, что ты за сутки, за 24 часа можешь забрать только ограниченное количество сундуков. Ну, соответственно, я так понимаю, два. То есть, если вы уже получили награду в одном клане, то вы не сможете получить эту награду на такого же клан босса в другом клане. Соответственно, вы все еще можете перейти в клан. И там, допустим, если в своем клане вы убили шестого, то в другом клане вы можете убить пятого, к примеру. То есть, в принципе, помочь еще кому-то можно очень даже. Ну, это вот вопрос, который, да, конечно, всех несколько мучал. И хорошо, что его убрали. Отлично. Я лично жду версию 1.13 уже в начале следующей недели. Что она нам принесет? Новую фракцию какую-то из тундры? Или это просто будут отдельные новые герои? Этого пока неизвестно. Пишите вашу версию. Всем удачи. Пока-пока. Родный и родословный? Ну, здрасте.